Продолжаем пресс-конференцию. Главное телевизор Минского динамов, Сергей Кажевенко. Пожалуйста, привет. Ну что, результатом доволен, потому что выиграли, заработали 3 очка. С моими земляками всегда матчи непростые. Бьются, толкаются, в ноги летят. Я считаю, что мы создали больше моментов, практически ничего не дали создать сопернику. Были у нас неплохие подходы, комбинации, но надо реализовывать свои мячи. Ну а так в целом, главное, что ребята с хорошим сейчас настроением отдохнут. Надо нам перезагрузиться. Непростой был у нас, сложный был период. Ну и осталось 12 матчей. Будет самый важный, самый ответственный сейчас период. Спасибо, ваши вопросы. Андрей Московский, Требанаком. Ох, давно я вас не видел. Я уже заскучился. Я в отпуске был. А, в отпуске? Вам хорошо, летом в отпуске, я в декабре. В чем причина этого небольшого неудачного отрезка? Это психология все-таки или же какая-то усталость накопившаяся? Ну, я думаю, психологическая усталость. Потому что, как бы, восстановиться можно, но психологическая, именно усталость психологическая, она, наверное, самое сложное восстанавливается. Кто-то на рыбалку съездил, кто-то там в кино сходил, кто-то как-то, ну, не знаю, у каждого по-своему это происходит. Это все очень индивидуально. Вот, понятно, что в тех матчах не могли забить, с Городей имели моменты, не забили, с тем же Гомелем имели, тоже не забили. Это уже откладывал такой отпечаток. Я помню, у нас в мою бытность было и по 7 матчей мы забить не могли в Локомотиве. Бывает и такое, это футбол, это спорт, не идет мяч. Ну, сейчас, надеюсь, очень важна эта игра была, чтобы вот сейчас будет такой маленький отрезок, когда мы можем спокойно подготовиться, переосмысливать все, что произошло. Ну, и самое важное еще, надо всех ребят к общему знаменателю подтянуть. Много новеньких, посмотрите, процентов 40, это однозначно пришло у новых игроков, и они все в разных кондициях. Кто-то лучше, кто-то хуже, новые требования. И тут надо тебе в течение чемпионата создать команду, которая будет выполнять именно мои требования, чтобы она еще и функционально была готова. И это не так просто. Один-два игрока, это еще куда не шло. Но когда большая группа игроков, это несет такую, это непросто. Видел сегодня на трибуне Уруша Николича в компании с Николаем Лукичем. Как у них дела? Насколько знаем, что там у Лукича давняя травма. А как вернуться к Урушу? Когда его ждать? Ну, я думаю, что они оба говорят по-русски, и мы могли спокойно им вопрос задать. Вы же тренер все-таки. Хотя бы про Николича расскажите. Как у него? Ну, восстанавливается. Спасибо. Следующий вопрос. Кто-то заберет у Московского реката. Если вопросов больше нет, то продолжаем. Насколько сказывалось на команде, сказывались ли в принципе информация про Юрия Чижа и то, что он может оставить для нас? Я, наверное, владею... Вы, наверное, владеете больше информацией, чем я. Я владею только тем, что прочитал в интернете, что может... А я у вас прочитал. А у меня был вопрос не о том, да, так это или нет, а сказалось ли вот эти все же истории на команде, на ребятах, предостерегая об этом не думать? Со мной никто об этом не общался, вообще никаких разговоров не было. С Юрием Александровичем мы тоже по этому поводу не общались. Поэтому моя задача готовить команду, готовить к играм. Нас... Также нас на базе и кормят, и ничего не изменилось, по большому счету. А то, что там какие-то слухи ходят, я их не могу комментировать, потому что, ну, реально никакого конкретного разговора нет. Сегодня впервые за очень-очень долгое время было что-то подобие какого-то фан-сектора, и ребята спонзировали ваше имя. Вы это слышали? Ну, я слышал, только я не помню, по какому поводу. Когда в футбол играл, понимал, а сейчас мы еще ничего не сделали, чтобы... Там, конечно, приятно. Мне очень приятно, что вернулись ребята. Я никогда не забуду, когда в Жодино приехало тысяча болельщиков. Это вот, не помню, может, одиннадцатый год был, там, или вот приехало тысяча болельщиков, в общем было так. Ну, это были очень хорошие времена, но, поверьте мне, сейчас поддержка болельщиков нам важна, как никогда. Ну, они не вернулись, это просто какой-то хаотичный вот ребята, насколько я знаю. Ну, будем считать, мои друзья. Наконец-то. Если кто-то что-то интересное? Спасибо большое. А у компаньона что-то? Все, по статусу не положено. Начальник пришел. По статусу не положено, да. Ну, правильно, начальник говорит, младший научный сотрудник молчит. Все, всем спасибо, до свидания.